К другим новостям. На реконструкцию моста через реку Пихорка потратят почти 90 миллионов рублей. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в администрации округа. Закроют ли мост, если да, то на какой срок и чем грозит люберчанам масштабная реконструкция? Все подробности прямо сейчас. Это мост через Пихорку, можно сказать, единственная транспортная жила между поселками Тамилина и Красково. Между тем, дорожный объект был построен в прошлом веке и за 55 лет ни разу не реконструировался. Мост через Пихорку является продолжением Егоревского шоссе, старейшей автомагистрали Московской области. Эта дорога находится в оперативном управлении Мосавтодора и финансируется из регионального бюджета. Сегодня большое количество мостов здесь находится в ненормативном состоянии. Это и послужило причиной массовой дорожной реконструкции. Сегодня в границе городского округа Леберца, после проведенного конкурса, общество ограничено ответственность Эльбрус, который выиграл конкурс, будет заниматься у нас капитальным ремонтом мостового сооружения через реку Пихорка. Состояние моста, скажем так, достаточно ветхое. В процессе реконструкции полностью демонтируют несущую конструкцию моста, а на ее месте построят новую. Здесь будет три полосы движения, одна из них – реверсивная. По замыслу, это разгрузит проблемный участок дороги и минимизирует пробки. Этот опыт – область-перемет у Москвы, где подобным образом движение транспорта организовано на многих магистралях, в том числе и на Волгоградском проспекте. В данном случае у нас есть нормативное требование подрядного организации, будет современный мост, конечно. Все вопросы реконструкции моста через Пихорку обсудили на рабочем свещании в администрации. Так стало известно, что одну из двух полос моста закроют уже с начала апреля и до ноября. Кроме того, на встрече определили ряд других важных моментов. Раду рассмотреть возможность ограничения движения грузового транспорта на определенный период. Это первое. Второе – привести в нормативное содержание участка дороги перед началом строительства. На период реконструкции водители призывают пользоваться объездными маршрутами. Так, из области это через Бронницкую и Стакаду налево, на трассу М5 Урал, через Вятки, Матяково и Марусино. Если ехать через Москву, то это Быковское шоссе. Добавленные реконструкцию моста потратят почти 90 миллионов рублей. Это средства областного бюджета. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.